Здравствуйте! Сегодня 28 января. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от банкир.ру Вчера в центре внимания рынка оказалась дискуссия, разгоревшаяся между главой Международного валютного фонда Кристин Лагард и главой Европейского центрального банка Марио Драги. Лагард в своем выступлении в финальный день Всемирного экономического форума в Давосе предупредила, что реальной угрозой экономическому восстановлению в еврозоне является тот факт, что уровень инфляции в регионе, составляющий сейчас 0,8%, находится значительно ниже необходимых 2%, заложенных в планах ЕЦБ по восстановлению экономики. И поскольку цены и стоимость активов продолжают падать, дефляция может серьезно помешать экономическому росту в еврозоне. Отвечая на это заявление, президент ЕЦБ Марио Драги сообщил, что банк, если это будет необходимо, готов действовать, однако в настоящий момент дефляция не является проблемой для еврозоны. По его мнению, инфляция в регионе находится на низком уровне и, скорее всего, останется такой еще по крайней мере в течение двух лет. Вместе с тем, заявил он, несмотря на низкий уровень инфляции, уже сейчас можно наблюдать начало восстановления европейской экономики. Противоречивая позиция двух уважаемых экономистов вновь ввела рынок в состояние неопределенности, на фоне которой евро-доллар в течение всего дня торговался в довольно узком боковом диапазоне. После публикации в Германии позитивных данных по условиям деловой среды и оценки текущей ситуации, быки по евро попытались активизировать восходящую тенденцию в ценовом движении валюты. Однако, протестировав пиковый максимум на отметке 1.3716, курс пары вновь вернулся в диапазон, закрепившись ниже ключевого уровня поддержки 1.37 и зафиксировав закрытие сессии на отметке 1.3673. В нашем прогнозе на вторник предполагаем первоначальный рост пары в ценовую зону 1.3690-1.37, а затем умеренное снижение курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.3670-1.3645-1.3625-1.36. Возобновление подъема пары может стать актуальным только в случае, если быкам по евро на первоначальном подъеме удастся последовательно преодолеть предыдущие локальные максимумы 1.3716 и 1.3719 и закрепиться затем в ценовой зоне над ними. Способность британского фунта удержаться на вчерашних торгах выше сильного уровня поддержки 1.6466 стала для инвесторов сигналом того, чтобы Ки не спешат сдаваться, и активного нисходящего ралли в паре фунт-доллар пока ждать не приходится. К тому же рынок все еще считает Банк Англии одним из самых агрессивно настроенных центробанков, и несмотря на комментарии Марка Карни, в которых он фактически отстранился от привязки процентной ставки к уровню безработицы, продолжает рассчитывать на скорейшее удорожание фунта. В связи с этим инвесторы по-прежнему ожидают появления позитивных экономических новостей, подтверждающих стабильные темпы восстановления экономики страны и продолжают поддерживать спрос на национальную валюту. В результате такого настроя курс пары на вчерашних торгах вновь возобновил рост и к исходу дня зафиксировал максимум на отметке 1.6588, сохранив при этом и потенциал дальнейшего роста валюты. В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем попытку пары протестировать максимум при ведущей неделе 1.6668 и в случае успешного пробоя достигнуть следующего уровня. Сопротивление 1.6746. В этой зоне ожидаем разворот пары и снижение курса британской валюты к целевым уровням 1.6600, 1.6564, 1.6547 и 1.6500 ровно. В экономическом календаре вторника Великобритания представит предварительные данные по изменению объема ВВП за четвертый квартал прошлого года. А в статистике США будут опубликованы динамика объема заказов на товары длительного пользования, индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах страны, общенациональный композитный индекс цен на жилье, а также индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС Ричмонда за январь месяц. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам успешных и прибыльных торгов на рынке Форекс.